Лето, пора отпусков. Кто-то едет в теплые края, кто-то в силу различных обстоятельств остается в городе. Более того, кому-то в гости приезжают родные, знакомые, родственники. И сразу встает вопрос, что показать дорогим гостям, кроме привычной набережной, пограничника с собакой и триумфальной арки. Между тем, показать есть что. Возьмите ручки, бумагу и приготовьтесь записывать. У нас сегодня в гостях руководитель агентства по туризму Амурской области Андрей Мамонтов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Изучил ваш сайт amurvisit.ru, а места-то у нас оказываются ого-го, какие туристические. Хватит ли пальцев на руках, чтобы перечислить все основные экскурсии? Вы знаете, пока в данный момент вы правильно говорите о том, что у нас есть сайт amurvisit.ru, на котором можно полностью изучить все маршруты, все досопримечательности Амурской области и также и города Благовещенская. Каждую субботу-воскресенье в 16 часов от ОКЦ отправляются экскурсионные маршруты. Думаю, их многие видели. Да, их многие видели. На сегодняшний день проехало более уже 250 человек. Ну, это вы можете представить, если мы только возим только субботу-воскресенье. Стоимость путевки вообще, стоимость проезда совсем минимальная. Это меньше, чем даже на такси. Это 100-150 рублей. Для ребенка 100 рублей. Поехать мамой гулять возле ОКЦ устали, жарко, сели в комфортабельный автобус с кондиционером. Вот где экскурсовод рассказывает? Конечно же, экскурсовод работает. Но помимо этого мы на сегодняшний день еще хотим немножечко экскурсию не только расширить, а чтобы она была более интересная. Потому что люди, появляются новые запросы. Запросы в части того, что надо какие-то действия. В эту субботу мы запускаем первый маршрут. Огни вечерние города Благовещенска. Они будут с действиями. Пока я тоже не говорю, какие действия, но те, кто поедут, соответственно, увидят, посмотрят. Ну, я так думаю, что людям понравится. Можно мы перейдем непосредственно к акции под названием «Подари туристу день», потому что она вот-вот, она свеженькая, с пылу жару, что называется. Она проходит практически уже сейчас. Да. Значит, задумано это Министерство внешнеэкономической связи, то есть при поддержке министерства. В данный момент мы хотели, конечно, охватить все туристические компании, которые сегодня есть в городе Благовещенске. Это мероприятие посвящено именно... Мы хотим показать о том, что у нас есть в городе. Что показать? Это будут театрализованные действия. У каждого объекта, который притягивает к себе, будут театрализованные представления, будут разыгрываться денежные купоны. Помимо этого, денежные купоны можно будет пойти... Мы также пригласили, хотел бы добавить, также пригласили аллею мастеров. Возле аллеи мастеров будет выставляться со своими сувенирами, со своими экспозициями. То есть туристы тоже могут, и приезжие люди, которые приехали сегодня, находятся в данный момент, сейчас находятся в городе Благовещенске, могут прийти и также купить какой-то туристический сувенир. Эта экскурсия еще содержит игровые элементы, то есть мы не просто смотрим и впитываем информацию, мы еще каким-то образом... Конечно, все будет театрализовано, будут аниматоры одеты в костюмы исторические, будут игровые моменты. За эти игровые моменты люди будут получать определенные купоны, они разработаны под исторические старые купюры. И идут, соответственно, обналичивают на лавке, те, которые будут рядом с аллеей мастеров, возле арки, будут находиться и проходить все действия в большей степени. Могут просто-напросто обналичить эти купоны. Я хочу сразу сказать, что практически все туристы, которые будут задействованы, ну туристы, все участники, никто не останется без подарка. Сколько сегодня уже заявок подано на эту экскурсию? Вы знаете, мы хотели бы не сколько заявок, это те люди, которые в данный момент будут находиться на набережной. Те, которые будут проходить на набережной. А вот так вот даже? Да. Но помимо этого я хотел бы сразу что сказать. Эта акция должна была пройти, мероприятие должно было пройти на прошлой неделе. Из-за дождя перенесли. Из-за дождя перенесли. Поэтому люди уже знают и ждут это. Поэтому мы ждем большое количество людей и хотелось бы сразу сказать, что это мероприятие не первое, оно первое, но не последнее. Я вот тщательно изучал ваш сайт, и там вот есть экскурсии, они очень интересны в принципе, но они достаточно удалены от Благовещенска. Это и не дешевые из-за этого. Вот экскурсии в Авинкирскую деревню или в Албазино, не каждому по карману будет 3,5 тысячи выложить. Вот стоит ли овчинка выделки? Стоит ли устраивать такие экскурсии, на которые возможно не будет спроса именно из-за денег? Вы знаете, экскурсии любые нужны, то есть каждый человек, он имеет свои потребности, свои возможности соответственно. Поэтому мы должны работать для любого человека, который со своими амбициями, со своими проблемами, со своим взглядом в конечном итоге и со своими потребностями. То есть у кого-то сегодня в кошельке 100 рублей, соответственно мы под него сработаем. У кого-то сегодня и средний доход, а у кого-то соответственно есть. Мы готовы работать под всех. На днях были опубликованы данные о том, что поток китайских туристов при Муре впервые превысил число выехавших россиян. В течение полугода приехало 13,5 тысяч китайских туристов и отмечен рост таким образом на 16%. Но направление это перспективное. Значит ли это, что основной уклон, упор будет делаться в сторону туристов из Китая? Практически, вы правильно подметили, на сегодняшний день приоритеты меняются. И в конечном итоге китайский, не то что сказать, что мы хотим зарабатывать на туристах Китая. То есть вообще полностью вся индустрия туристического бизнеса, который сегодня есть, и гостиничный бизнес, и общий ПИД, и транспорты задействованы. Все, соответственно, сегодня должны работать именно на развитие туризма. Ну, в конечном итоге. И привлекать сегодня китайских туристов мы должны в первую очередь, туристические компании. Ну и, соответственно, наше агентство, мы тоже на сегодняшний день подготовили для них ряд туристических маршрутов. Опять-таки, китайские туристы, вы сами наблюдаете, что они сегодня приезжают в основном в селесах Дев. Гостиницы Азии, да? Гостиницы Азии, и в основном приезжают это на один, два, три максимум дня. И культурные туристы. То есть им надо показать нашу красоту, наши достопримечательности, то, что есть. В данный момент мы сегодня разработаем уже три маршрута, именно тоже по городу Благовещенску, потому что как бы на отдалении это в перспективе, а сейчас пока мы хотим охватить именно город Благовещенск. И здесь мы хотели бы задействовать, конечно же, это наши театрализованные представления, это наши творческие коллективы, чтобы это было в программу. И в то же время, чтобы это не была максимальная стоимость путевки программы, а чтобы она была доступна и также для среднего обывателя, китайского гражданина. Чтобы они их затянуть сюда, привлечь. Это на самом деле, это деньги сегодня, которые пойдут и в бюджет города, и в бюджет области. Насколько мне известно, китайцы, которые, это не секрет, что они загубили свою экологию, им интересны экологические туры здесь у нас. И у нас есть экзоты, которыми мы можем их удивить, поразить. Это Муравьевский парк, Зельское море, там трофейная охота, рыбалка, сплавы и так далее. Насколько экотуризм сегодня привлекателен? Опять-таки, он очень привлекателен, но единичные группы. Вот в данный момент последняя разработка, это мы с Сафари Амур разрабатываем сегодня, значит, маршрут, новый маршрут, он предусматривает собой, соответственно, и охоту, и фотографирование диких животных. То есть мы на сегодня вывозим людей на кордон, на вышки, значит, там они могут фотографировать, общаться с животными, значит, те, которые приходят на солоники, то есть кормятся, фотографироваться. Ну, и, конечно, стоял вопрос о том, что можно было бы в охраняемых заказниках проводить охоту, как бы, Сафари, да, и он сегодня актуальный, этот вопрос, и мы его прорабатываем вместе, вот, поступило предложение от Сафари Амур. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки это было и перспективный вопрос, чтобы имел свое развитие. Тем более, китайские туристы, они заинтересованы, посмотрите, они все приезжают с фотокамерами, все приезжают с хорошей аппаратурой для того, чтобы именно посмотреть и сфотографировать, запечатлеть на память наши достопримечательности. То есть нам есть что показать. И природу, и наши архитектурные сооружения, те, которые были построены еще нашими предками. В чем вам видятся основные проблемы и сложности сегодня на пути решения поставленных задач в области туризма и экскурсий? Ну, сложности, сложности они в любом начинании есть. Соответственно, конечно, это финансирование, соответственно, это сегодня и кадры, соответственно, сегодня... Самое главное, у нас есть стремление, и есть позитив, и есть команда, которая готова созидать, трудиться на благо именно этой отрасли. Спасибо, Андрей Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель агентства по туризму Амурской области Андрей Мамонтов. Спешите узнать больше о родной земле, отдыхайте культурно, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!